Друзья, всем привет! С вами канал Китайфак и сегодня сделаем небольшой сравнительный обзор среди трех 3d лазерных уровней. Это значит лазерный уровень KITIAN 3D, Fireco 3D и последняя новинка лазерный уровень клубиона PR94T. Так, ну давайте начнем с комплектации. Поставляются приборы, значит KITIAN 3D поставляются самой максимальной комплектации, в комплект входят очки, переходник, наклонный, поворотное основание с двумя микровинтами со шнуром для работы от сети и также поставляется вот в таком чемоданчике. Надо заметить, что аккумулятор в комплекте не идет, он покупается отдельно. Аккумулятор можно заряжать как отдельно через провод, через такой переходник, также он будет заряжаться и в приборе непосредственно в работе. Сам аккумулятор на сегодняшний день стоит в районе 900 рублей, а сам нивелир около 9000 рублей. Fireco 3D поставляется вот в такой мягкой сумке с поворотным основанием, вот с таким достаточно простым здесь без микровинтов и с маленькой пластмассовой мишенькой. Стоит Fireco 3D на сегодня 7600 рублей. И следующий уровень это клубиона, поставляется вот в таком чемодане с поворотным таким же основанием как у Fireco 3D. Стоит он сегодня 7900 рублей, но также он поставляется в мягкой сумке, примерно такой же как у Fireco 3D и стоит он еще дешевле 7300, если заказывать его в сумке. По функционалу эти два прибора клубиона 3D и Fireco 3D абсолютно идентичные приборы, строят три плоскости замкнутые, две вертикали, одна горизонталь, имеет режим работы с приемником оба и имеет режим работы с заблокированным компенсатором. Режима работы от сети у них нету. Кайтян 3D имеет все те же функциональные возможности, что эти два прибора, только дополнительно у него еще появляется возможность работы от сетей, ну и комплектация немножко побогаче и поэтому он стоит несколько дороже. По качеству сборки два этих прибора можно уравнять между собой, они собраны оба очень качественно, никаких зазоров, подтеков клея, все детали четко подогнаны друг к другу, если вы поддержите в руках оба эти прибора, то вы сами убедитесь в этом, что собраны они очень качественно, придраться не к чему. В борьбе за качество Кайтян 3D конечно же проигрывает этим двум приборам, так как сборка корпуса намного слабее, видно зазоры, видны подтеки клея, очень посредственно сделана нижняя часть прибора, то есть по корпусу есть много нюансов. Опять же по функционалу и расширенному комплекту поставки Кайтян немного выигрывает, но опять же надо обратить внимание, что в комплекте не идет аккумулятор с Кайтяном, то есть если не заказывать аккумулятор отдельно сразу, то вы сможете работать им только от сети. Аккумулятор опять же стоит 900 рублей и получается на сегодняшний день это в районе 10 тысяч рублей, то есть уже получается, что он на порядок встает дороже этих двух приборов. Да, друзья, если рассматривать эти фирмы, но только с зеленым излучателем, то я бы больше всего пригляделся к Лубионе. Нивеллер с зелеными излучателями собран также очень качественно и уже имеет более расширенную комплектацию и также имеет возможность работы от сети и стоит он в районе 13 700 рублей на сегодняшний день. Firecore с зелеными излучателями также очень классный прибор, стоит он всех дешевле из представленных приборов 11 500 рублей. Выглядит он абсолютно так же, только имеет зеленые излучатели и функционал у него совершенно такой же, но надо отметить, что работы от сети у него нет. Как мы знаем зеленые излучатели потребляют намного больше энергии и батарейки садятся гораздо быстрее и поэтому, если приобретать зеленый лазер, то конечно будет не лишним, чтобы нивеллер работал от сети. И опять же, если рассматривать Кайтиан с зелеными лучами, выглядит он абсолютно так же, имеет такую же комплектацию и стоит он в районе 14 000 рублей. Сборка у него абсолютно такая же, то лично для меня очевидно, что выбирать зеленый лазер лучше из этих двух моделей, из этих двух фирм. Да, друзья, все ссылки на эти приборы и с зелеными лучами я оставлю под видео, это все ссылки на проверенных продавцов, поэтому смело переходите и смотрите. По габаритам все приборы, как вы видите, приблизительно одинаковые. Да, друзья, забыл еще сказать, отличительная особенность у Кайтиана в том, что все плоскости у него можно переключать по отдельности и оставлять любую одну плоскость. У этих же приборов горизонт горит постоянно, вы можете оставить одну плоскость, но это будет горизонтальная плоскость одна, то есть одну вертикаль у них оставить не получится, будет у вас гореть и вертикаль и горизонт. Это, конечно, довольно хорошее преимущество Кайтиан. Так, друзья, ну предлагаю посмотреть на разных расстояниях яркость и толщину луча у каждого из них. Давайте посмотрим на 5 и 10 метров от стены. Так, друзья, вот наши три уровня, давайте замерим до стены расстояние. Расстояние 5 метров, кстати, замеры делаю дальномером от Sunway, советую посмотреть обзор и тесты на него. И, соответственно, получается Кайтиан верхняя линия самая, посередине будет Firecore и самая нижняя клубиона. Давайте включим и посмотрим. Так, друзья, вот три линии Кайтиан, Firecore, клубиона, не знаю видно вам или нет, но Firecore чуть-чуть поярче двух остальных, по толщине линия у всех одинаковая, чуть менее двух миллиметров, то есть в принципе у всех достойный показатель, кого-то конкретно выделить нельзя. Давайте посмотрим на 10 метрах. Так, друзья, вот мы установили на расстоянии 10 метров от стены, на мой взгляд Firecore виден лучше всех, хуже всех виден Кайтиан 3D, но линия опять также по толщине у всех одинаковая, составляет в районе 3 миллиметров, в принципе также классный показатель. В общем, друзья, таким образом постарался вам сделать объективное сравнение этих трех 3D лазерных уровней, все, кстати, уровни проверены на точность и на расхождение угла 90 градусов между вертикалями, эти все проверки можно также посмотреть на моем канале, поэтому можете смело выбирать из этих трех приборов, приборы все достойны по большому счету, тем более за такие деньги. Если вы хотите знать именно мои предпочтения, мои рекомендации, то я бы смотрел в сторону Firecore и в сторону Клубионы, но это лично мое мнение, прошу строго не судить. Друзья, на этом все, подписывайтесь на канал, по возможности ставьте лайки, нажимайте на звоночек, чтобы не пропустить новые видео. Всем добра, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok